Легендарные времена года Вивальди, страстная танго в Буэнос-Айресе пьет солы и звездный солист Дмитрий Коган. В столице Ненецкого округа прошло одно из самых ярких культурных событий года – Третий арктический фестиваль классической музыки «Дни высокой музыки в Арктике». Вечную классику и инновационные технологии представил ценителям музыки всемирно известный скрипач-виртуоз Дмитрий Коган в сопровождении Камерного оркестра «Московская камерата». На заключительном концерте «Дни высокой музыки в Арктике» казалось, что музыка слилась с изображением. Настолько органично в уникальном мультимедийном проекте к произведению великого Антонио Вивальди времена года командой художников и дизайнеров был подобран виртуальный ряд. Но, как говорит художественный руководитель проекта Дмитрий Коган, без помощи самого маэстро здесь не обошлось. Каждый из вас, наверное, в жизни слышал какие-то части, какие-то куски из этих всемирно известных произведений. Но мало кто знает, что у Вивальди в его оригинальном тексте практически под каждой строкой присутствует описание того, что происходит на данный момент. Написанный в 1723 году цикл «Времена года», состоящий из четырех концертов, стал самой популярной работой венецианского композитора Антонио Вивальди и одним из лучших произведений музыки барокко. Первый концерт, который прозвучал с главной сцены Дворца культуры Арктика, это «Весна». В этой части знаменитого цикла при помощи музыки и новейших технологий Дмитрию Когану и оркестру «Московская камерата» удалось передать всю мощь пробуждающейся природы. Второй концерт, который представили музыканты – «Лето». Он отражал жару и зной. Но зной заканчивается и приходит знаменитая «Гроза». Еще одна партитура Вивальди, которую исполнил камерный оркестр под руководством Дмитрия Когана «Осень». В этом произведении отражен сельский сбор урожая и большой праздник. Завершающее музыкальное произведение, которое исполнила команда выдающегося скрипача из цикла «Времена года» – «Зима». Люди идут по тонкому льду, они боятся провалиться. Постепенно они ускоряют шаг и сквозь все трудности приходят к себе домой. Как написал Антонио Вивальди, «Зима сурова, но она прекрасна». Также Дмитрий Коган исполнил публики «Либертанго» – известного аргентинского музыканта и композитора второй половины 20-го столетия Астро Пьецолы. После концерта в интервью нашей телекомпании маэстро рассказал о том, как создавался уникальный проект, над которым трудилась большая команда художников и дизайнеров. Вы знаете, очень сложно что-то как бы прилепить к шедевру. Легче свой создать, да? А вот уже к готовому шедевру очень сложно его как-то улучшить или, не знаю, модернизировать. Но я себя утешал всегда тем, что музыка-то неизменно, а визуальный ряд, он идет... Ну, как бы Вивальди мы, в принципе, нигде не корректируем. Мне кажется, красиво получилось. Но мне очень приятно, что к третьему фестивалю мы пришли к такой ситуации, что у нас единственная проблема, которая есть – это то, что все желающие, к сожалению, пока не могут попасть на концерты. То есть интерес с каждым годом рос, 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 вот как снежный ком. Он накатывался, и сейчас мы получили просто какой-то беспрецедентный результат. Возможность послушать шедевры мировых произведений вживую подарила любителям музыки нефтяная компания «Лукойл Коми». Благодаря их поддержке в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа Арктический фестиваль классической музыки уже третий год проходит в округе. Для компании «Лукойл» участие в подобных культурных проектах – большая честь. Хотелось бы, чтобы для Наринмара фестиваль арктической музыки стал доброй традиции. В этом году Арктический фестиваль классической музыки приурочили к празднованию Дня образования Ненецкого округа. Напомню, что программа фестиваля состояла из трех дней. За три дня со сцены Дворца культуры Арктика прозвучали десятки произведений всемирно известных композиторов, как в исполнении начинающих музыкантов, молодых виртуозов, фольк-проекта из города Самары, так и признанных профессионалов звезд оперной сцены, опера-гала в сопровождении камерного оркестра «Московская камерата».